Итак, друзья, в эти дни в городе Минске проходит декадник по предупреждению пожаров и гибели людей, в них же в личном фонде. Итак, до 20 марта задействованы не только работники МЧС, но и другие заинтересованные субъекты профилактики. В общем, будьте внимательны. Ну, а мы хотим вам предложить теперь приятное приложение к этой информации. Это подарок, это плед. И тут есть маленькая симпатичная история, с которой мы ознакомились практически только что. Мы сейчас загадаем вам персонажа, реально существующего в свое время, но его дело, его творчество продолжает жить до сих пор. И вот я сейчас просто буду про него вам рассказывать. И в какой-то момент, когда вы поймете, вы можете сразу нам в Телеграм или на наш СМС-портал присылать имя, фамилию этого человека. Итак, немножко фактов о нем. Я уверена на тысячу процентов до неба, что вы точно сталкивались с его творчеством. Если вы были маленьким, если вы ходили в сад и школу, или у вас были бабушки, мамы, дедушки, которые вам что-то читали, то вас обязательно его творчество как-то коснулось. На счету этого человека, на счету этого автора, более 236 коротких рассказов в стихах и прозе, которые оканчиваются моральным выводом. Ой! Я не называла словечко, чтобы хоть как-то завуалировать. И еще у этого персонажа удивительная была характеристика, которую я сегодня только узнала. Фетиш! Фетиш, да, можно и так сказать. Что он обожал есть и пожары. И вот он мог на пожар поехать в любое время дня и ночи. Даже больше тебе скажу. У него были специальные агенты среди пожарных, которым он давал деньги. И когда что-то происходило, ему подавали сигнал, и он приезжал, стоял, ел там свой бублик и смотрел, как все красиво горит. Ему очень нравилось. И в целом он такой был человек-домосед, и он никуда особенно не выходил, но выходил на званные обеды, потому что, как я говорила, он любил есть. И любил, когда жгут. Что-то горит. Вот он фанат просто, был невероятным пироманом. Я знаю, что Горький тоже был любитель, знаешь, зажечь, созерцать, да, взять пепельницу, спичку, зажечь там какую-то бумагу, сидеть и смотреть медленно, как все это горит. Но это не он, это другой человек. И вот действительно он фанател от огня и всего вокруг этого. Вы его касались так или иначе, его творчество. И он писал в короткой форме, в короткой морализующей форме. Ну, уже нам можно лететь уже в песню. Да, пожалуйста. Да, хорошо. Отгадывайте, присылайте, забирайте у нас плед. Плед есть. И, внимание, значит, был вопрос. Версии мы не давали вам, да? Нет, никаких версий не было. Вы много набросали и Жюль Верна, Чуковский и остальные варианты правил. В общем, да, да. Потому что басню все выхватили из контекста. В общем, у нашего персонажа, у него был даже договор с домовладельцем, у которого он арендовал жилье, что если вдруг дом сгорит, то писатель Иван Андреевич Крылов должен выплатить 60 тысяч рублей компенсации. Потому что он знал, вот этот домовладелец, что мужчина зыбко еще на этот счет и может поджечь. Давай так, питает страсть? Да, 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 питает страсть. Так, у нас есть победитель Андрей. Андрей, сейчас я вам напишу в Телеграме, и вы забираете прекрасный серый плед. А он серый? Ну, то, что я видела, был серый. Может, я дотомник. Хорошо, поздравляем вас. Итак, ваш плед. Напоминаю, уважаемые друзья, что в эти дни в городе Минске проходит декадник по предупреждению пожаров и гибель людей от них в жилищном фонде. Вот такие вот приятные подарки и полезные новости.